Всем привет, это Эдим ТВ. Меня зовут Роман Табаков, за кадром мне помогает Евграф и сегодня мы приготовим один подзабытый классический коктейль. Евграф, ты когда не слышал про коктейль Atomic? Нет, только про бомбу. Ну, они как-то связаны на самом деле. Значит, смотрите, в 50-е года в США, правительство США начало испытание ядерной бомбы в пустыне Невада. Это я слышал. Буквально в 100 километрах от Лас-Вегаса. Как бы это очень близко. И ребята в Лас-Вегасе не растерялись, появилось такое понятие как атомный туризм. И, собственно, схема была такая. Ты приезжаешь в Лас-Вегас, заселяешься в отель. Отель тоже назывался Atomic, кстати. Не спишь всю ночь, тусуешься в баре на верхних этажах, попивая коктейли. И в какой-то момент ночи происходит зрелище. Просто становится светло, как днем. Просто все говорят, становится светло, как днем. Вырастает ядерный гриб там где-то, значит, в пустыне. Все люди, значит, этого всего величия кайфуют и идут обратно спать. А потом через неделю у них отваливаются носы. Exactly, my friend. Про опасность радиоактивных осадков всегда почему-то не распространялись особо. Я думаю, что ученые все знали, а вот люди не знали. Соответственно, звучит очень весело. Но, на самом деле, в это время было очень много страхов, связанных с ядерной войной между двумя державами. И все, собственно, этого опасались. Но, как видно, некоторые даже из этого пытались какую-то развлекуху делать. В какой-то момент появился коктейль под названием Atomic Cocktail. И вот он мы сегодня и приготовим. Значит, смотрите, с рецептом все не так просто. Если прямо сейчас наберете в поисковике Atomic Cocktail, он выдаст несколько ссылок на разные ресурсы. Как правило, там написано что? Я думаю, что наш сайт будет одним из первых уже. Да? Ну, если прямо сейчас. Это значит, люди уже увидели этот выпуск, значит, он уже вышел. Как только выложим, прям мы будем первые. Смотри, что там написано? Значит, 40 миллилитров коньяка, 40 миллилитров водки. Уже странно так. Уже, да. 20 миллилитров сухого хереса. И все это заливается игристым. Это Лонг-Айланд, да, 50-х годов? Вообще, да. Лонг-Айланд, если что, изобрели попозже? Где-то в 70-х, наверное. Вот. Ну, то есть, очень странное сочетание коньяка и водки. Это, блин, странно. Сухой херес. То есть, он не дает еще и сладости. То есть, в игристом вине есть кислинка, да, которую не о чем балансировать. У вас получается крепкий, сухой, с легкой винной кислинкой коктейль. И я могу сказать, что это сочетание максимально странное. Возможно, поэтому этот коктейль неизвестен сейчас. То есть, в принципе, он забытый коктейль. Но, при всем при этом, история же классная. Атомная бомба. Ну да, да. Лас-Вегас. Придуман в отеле. Атомные вечеринки. Даже появилась... Лучевая болезнь. Даже появилась книга под названием Atomic Cocktails. Атомные коктейли. Она была связана как раз с домашними барами, вот со всей вот этой движухой. И это были такие... Там было очень много всяких фруктовых и прочих мартини. Вот. Вот. Значит, соответственно, рекомендуют первые три ингредиента взбить в шейкере и долить игристым вином. Что логично, в принципе. Вообще-то не очень логично, потому что если у тебя нет лимонного сока, вообще фруктовых соков, ягод, пюре, зачем взбивать? Это крепкий алкоголь. Его можно просто размешать. Я имел в виду, что логично, чтобы без игристого в шейкере. Да-да. Я имею в виду, что просто когда у тебя три алкоголя шейковать... Ну, нет смысла. Это неправильно с точки зрения построения коктейля. Ну, с точки зрения техники приготовления. Вот. Более конкретен... Да, опять же, не написано, какой должен быть Херрис. Просто написано. Драй, Шерри. Какой? Фино, Манзанилия, Амантильяда, Алоросо, Пауло Кортадо. Какой из них, друзья? Расскажите, пожалуйста. Вот. Чуть-чуть более конкретен Дэвид Вондрич. Во-первых, он предлагает стировать ингредиенты, а не взбивать в шейкере. И, соответственно, он уже пишет конкретнее. Хороший коньяк висупи. Качественная премиальная водка. Кремленный ворд, я думаю, подойдет. Херрис в одном рецепте, он упоминает Амантильядо. В другом рецепте пишет, в принципе, может пробовать другую комбинацию. Испанский бренди. Собирано, я думаю, подойдет. Водка. И Херрис Алоросо. То есть все вместе, типа, должно сработать хорошо. То есть он хотя бы указывает, какой Херрис вообще там используется. Вот. В связи с этим должен задать вопрос Евграфу. Вы как предпочитаете? Взбить коктейль все-таки в шейкере или приготовить его методом стира? Ну, ты мне уже подсказал. Нет, я сказал, что правильно так. Но мы сейчас будем пробовать версию, как она фигурирует в справочниках. В большинстве справочников фигурирует все-таки взбить в шейкере. Ну, тогда и взбить надо. Вондрич и я рекомендуем стировать. Все. Значит, шейкуем. Да шейкуем, конечно. Раз шейковали. Слушай, у Вондрича не то, что другое. Он просто конкретизирует ингредиенты. Типа, говорит, я вот взял это, 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 и у меня получилось вот так. Значит, это не отменяет того, что мы все еще готовим Лонг-Айленд 53-го года. Ну и плюс, да, он крепкий, поэтому шейкануть не лишним будет, чтобы его разбавить чуть побольше. Коньяк должен быть замечательный, поэтому берем Виуков Виэс. Да. Виэс Упи, как ты сказал до этого. Слушай, Виэс Упи это рекомендует Вондрич, но на самом деле у мяуков все спирты старше, чем положено. То есть положено для категории Виэс 2 года, здесь 3 года, от 3 лет. И здесь немало именно старых спиртов, поэтому я думаю, что он не хуже, чем Виэс Упи сработает. Водка. В принципе, сочетание коньяка и водки это уже странно, но давайте попробуем. Я у меня плохое ощущение об этом. Да, потому что разные материалы для этих спиртов. Херес мы используем дорогущий Пауло Кортадо, 12-летний Леонор. Ни слова не понял, но, видимо, все хорошо. Короче, смотри. Пауло Кортадо, это когда ты все буквально заложил на то, чтобы получить Херес Фино. Херес Фино, как известно, выдерживается под флором, под дрожжевой пленкой. И, в принципе, Монзанилия тоже. Но если вдруг у тебя в какой-то момент пленка эта не образуется, дрожжевая, то у тебя получается как раз Пауло Кортадо. То есть просто у тебя не получившийся Фино. Вот, соответственно, это очень редкий Херес. Фино производится примерно в 4 раза меньше, чем Алоросу. А Пауло Кортадо еще меньше, чем Фино. То есть это очень редкий Херес. Конкретно этот, я уже рассказывал, посвящен, собственно, Леонор. Меня правильно поправили подписчики. Принцессе Астурийской, а не Андалузской, как я сказал тогда. Вот, соответственно, дочери короля Карлса нынешнего. Карлс? Да, Карлс. И, соответственно, его заложили в день ее рождения. То есть сейчас ей 15, вот 12 лет он провел в бочке, потом его, собственно, разлили в бутылки. Вот, соответственно, Херес выпущен в честь дня рождения дочери. Вот, соответственно, все. Ингредиенты у нас здесь есть. Осталось добавить лед и хорошенько все это дело взбить. Я осторожно предположу, что взбивали его, потому что хотели посильнее охладить, потому что стир не дает такой температуры, какой дает, собственно, взбивание в шейкере. В шейкере температура падает ниже нуля. Так как его подают потом без льда, возможно, здесь очень важна была именно температура. И доливаем игристым. В нашем случае Просеку. В нашем случае Просеку. Я, кстати, не знаю, что в США тогда использовали. Это вполне могло быть вообще в 50-х годах, это могло быть вообще что угодно. Советское шампанское хорошее. И сбрызнем цедрой лимона. Итак, первая версия Atomic Cocktail готова. Зовем Евграфа дегустировать. Сейчас Евграф тут продегустировать. Лонг-Айленд 53-го года. Ну да. Вкусно ли тебе Евграф? Ммм, мм, 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 мм. Ну, он очень крепкий, и ничем это не смягчено. То есть... Ни лимона, ни сахара, ни фига вообще просто. Да, вот лимончик... Четыре типа алкоголя, вот четыре типа алкоголя, просто вот аэрированный, разбавленный, и лимончик закусить. Все, у тебя лимонный сок. Ха, а я как лох. Все. Усовершенствовать, да, Реша? Я улучшу немножечко. В 50-х годах ребята не очень умели, Евграф умеет лучше просто. Конечно, конечно. Поэтому... Лучка. Спасибо. Это не отменяя того, что нет сахара. Сахара нет, но лимон есть. Потому что в Хересе у нас четыре грамма сахара на литр, это прям очень сухо. Ну, уже кое-что. С этим можно и без сахара, нормально. Вообще нормально. Так пойдет с лимончиком. Ну, в целом, конечно, дерьмо. Что ты скажешь? Я слышал про этот коктейль из лекции нашего уважаемого Бархевариуса, историка коктейлей Владимира Журавлева. Потом я читал хорошую статью у Виталия Северинова. Мы его уже вспоминали как-то в наших передачах. Правда, очень прикольно все это расписал. И недавно я смотрел фильм BBC, посвященный холодной войне. И там как раз ведущая об этом вспоминала, о том, что тут 100 километров от города, которые туристические и горные, и так далее, взрывают ядерные бомбы. Люди вообще не в курсе, что они облучаются, там радиоактивные осадки, все дела. Вот. И, соответственно, попивают коктейли и веселятся. И там был момент, когда она говорит, это самый трендовый коктейль 1953 года. Она что там? Забивает в шейкере, доливает игристым, пробует. Ну да, говно. Я так. Так просто. Ну это очевидно, что это странно как-то. Мне кажется... Сочетание водки и коньяка. Водка и коньяк, это странно. Но даже если мы возьмем это за основу и захотим типа улучшить, даже не меняй ингредиенты, возьми какой-нибудь полусладкий, пусть это будет даже простое, какое-то там игристое, но полусладкое. Уже будет, то есть сахар добавили таким образом. Возьми херес послаще, ну не в этом прям Педро, но что-нибудь такое. Короче, ты спойлеришь. А, извините. Основная моя претензия к каналу Едим ТВ, она такая типа, зачем вы готовите коктейли, которые вам не нравятся? То есть я вот готовлю коктейли, которые мне обычно нравятся. Сегодня исключение, да? Коктейли, которые мы не знаем, понравятся нам или нет. У меня исключение, почему? Потому что, ну, про этот коктейль интересно рассказывать. История отелей, там, Невада, ядерные испытания, холодная война, классно же. Вот. Давайте попробуем те, кто были на моем гостевом бартендинге в Новосибирске в баре Руби, а я знаю, там были подписчики Едим ТВ, потому что мне писали и приходили, собственно, рассказывали. Вот. Предложу свою версию. Она будет сильно отличаться от классической, но я бы не сказал бы, что она сделана без уважения к классике. То есть мы показали, как это было. Давайте предложим, как это можно сделать в современных реалиях. Интересно, у меня получится, как у Евграфа вот так вот. Почти. Во-первых, мы оставим коньяк мюков. Уж больно он мне нравится. Мы оставим то же самое Просека для чистоты эксперимента. Вместо Паула Кортада, который, безусловно, прекрасен, но не дает свою роль, не добавляет сахара, не скругляет, не смягчает спирты, поэтому здесь он нам сегодня не подойдет, мы используем Педро Хименес. Педро Хименес, как все прекрасно знают, хороший источник натурального сахара, он производится из увяленого винограда, из-за чего происходит концентрация сахаров. И, когда я как-то сказал, что здесь не так много сахара, всего лишь 380, в комментариях было, типа, что 380, это же много. Конечно, много, но есть Педро Хименес, в котором 400, 420, и даже у меня есть одна бутылочка, 450 грамм сахара на литр. То есть, это очень сладкие вещи, и 380, здесь это еще не сильно сладко. То есть, мы возьмем по 25 миллилитров, то есть, у меня меняются пропорции, вместо 40, 40, 20, я делаю 25, 25, 25, 25 в данном случае. 25 миллилитров Педро Хименеса. Вместо водки мы используем грушевую ракию, ну, как-то логичнее все-таки фруктовый бренди с фруктовым бренди. Коньяк с грушевой ракией должны подружиться лучше, чем коньяк с зерновой водкой. Леся. Сладкий, что ли, чего-то? Вообще нет. Это прямо дистиллят из груши, то есть, там сахара нет. И, собственно, коньяк мяуков, который был у нас в первом рецепте. Вообще, на самом деле, мяуков, но все равно его все будут мяуков называть, ну да, потому что мяукает. Дальше. Взбивать это все я смысла не вижу. Там нет ни лимонного сока, ни ягод, ни фруктовых пюре, ничего. Зачем взбивать? Не нужно взбивать. Давайте просто все это дело простируем, причем прямо в бокале. И теперь вот сюда дальем уже игристого вина. Того же самого Просекко. Четыре алкогольных ингредиента. Логичнее всего готовить либо там стир, плюс долить игристым, либо сразу в бокале подачи. Я решил подавать со льдом, ну, примерно, как спритц, как еще какие-то вещи. И, собственно, сейчас у нас есть возможность сравнить эти две версии. Вторая версия коктейля Atomic, немножко исправленная со всем уважением к оригиналу, готова, но без Евграфа нам тут не разобраться. Евграф. Без пол-литра. Ну, я как бы этот уже улучшил немножко, но я помню его вкус до моего лимонного сока. Здесь по-прежнему сока нет. Ну, конечно, это гораздо лучше. Почему? Потому что слаще. Так. Ну, потому что более сбалансированный сам вкус даже не в плане кислоты и сладостей вот этого всего, а, как сказать, ну, не борется. Бывает в коктейлях хреново подогнанных, когда разные вкусы, они типа отдельно, они не смешиваются, они как будто есть это, есть это. Не гармонично. Да, не гармонируют друг с другом. Вот снялся языка, я только думал, вот скажи человеку, коньяк, водка и сухой херес. Что? Педрохимейнос, груша, коньяк, чернослив, груша, коньяк, то есть совсем простите. Ну, это лучше монтируется, чем... Компот. Слушай, я бы не сказал, что это компот. Ну, в самом чувстве смысле. Раствор коварен. Здесь все еще четыре алкоголя. Он крепкий. Он точно не проигрывает по крепости первой версии, точно не проигрывает, несмотря на то, что мы крепко алкоголя брали меньше. Вот, это все еще крепкий коктейль, но крепость максимально сглажена. Да, но он фруктовый, потому что этот даже вот сравню, нехотя. Ну, вот лимон мой улучшает ситуацию, а все остальное, он прям вот, прям вот, какой-то... Я не понимаю, зачем он... Дисбаланс. Как так вышло, что это же уже были 50-е? То есть уже существовало куча коктейлей. Может быть, не как сейчас, но все равно коктейльная культура уже существует. Это не первый в мире коктейль, который решили все это смешать просто так. То есть уже примерно лет, наверное, 70-80, на тот момент коктейли были уже профессии. То есть уже были бармены, которые работали серьезно. Уже были все эти там... Почему 70, наверное, больше даже? Ну, не важно, как бы даже пусть 50, все равно. Что это не вчера придумали коктейли, в тот момент, когда придумали этот... Не очень понятно мне как так вышло. Мне кажется, кроме названия, мне кажется, что этого коктейля, ну, как бы, его помнят, хотя бы ты помнишь. Только потому, что вот... И Дэвид Вондрич, между прочим. Вы с Дэвидом Вондричем мы с Вондричем на пару помним про этот коктейль. Помните. Подожди еще с Журавлевым и Северином. Уже 4 мы набрали. 4 человека. Ну, теперь еще я и наши подписчики, все семьи. Вот. Вы его помните только потому, что вот эти атомные испытания и потому, что он называется Атомик. Короче, он в тему попал. Только по названию. Если бы они смешали вообще все, что угодно в такой же ситуации и назвали Атомик, я думаю, что популярность этого коктейля была бы такая же. Целая книжка была о справочной коктейле которую можно дома приготовить. Вот. Но это была история Атомик коктейл. Кстати, в одном из последних выпусков Simple Wine News журнала профессионального там как раз тоже писали и про Атомик коктейл в том числе. Вот. То есть, ну, это была вот такая эпоха может быть немножко странных мартини, потому что все вдруг решили, что они бармены. Начали дома готовить коктейли, смешивать вот все, что есть. Что-то может быть более-менее гармоничное, может быть нет. Да. Ну, как бы может быть сам факт, что типа они решили что-то смешать. Теперь давай про мою версию. Твоя версия хороша, она весьма крепка, она кажется мягче только по сравнению с этим. И ну, как бы единственная моя претензия к этому коктейлю, к твоему, оно как бы получается и не прохладительный коктейль, и не крепкий коктейль. грубо говоря, есть Манхэттен, с одной стороны, есть с другой стороны там спритс. А это вроде как он делает вид, что он прохладительный, но он крепкий. И вот позиционирование его мне не очень понятно. Короче, как я до этого дошел? Да. Мне прислали список ингредиентов, сказали, вот в Ruby Wine Bar, а я влюбился в Ruby Wine Bar, когда был в Новосибирске в очередной раз там в поездке, просто полюбил это место, это место посвященное аперетиву, портвейнам, вообще больше похоже на видный бар. Аперетиву, портвейну. очень, короче, классное место. И когда мне сказали, что у меня там будет гест, я прям дико правил, сказали, но только вот с этими позициями. Я такой, типа, черт, что мне приготовить с грушевой раки, что мне приготовить с мяуковым, что мне приготовить с саке, там еще саке надо было использовать. И одна из идей была, вот я просто поднял свою базу коктейлей, посмотрел, что у меня там есть, и у меня, среди прочего, был этот атомик, который, естественно, дома как-то приготовил, пробовал, такой, но больше готовить не буду. Вот, я подумал, окей, можно же его пересобрать из других ингредиентов. И в итоге, ну, это был не самый продаваемый коктейль вечера, но один из. То есть его прям активно люди брали, и в целом, испытание на людях прошло успешно. Не, но он вкусный, он хорош, то есть как бы я, у меня нет никаких претензий. Но не великий, просто вкусный, но не великий. Я вот говорю, мне не очень понятно, для чего он, его задача. Чтобы я мог рассказать историю про... Не у нас, про испытания в пустыне Невада. Видимо, да. И про Atomic Cocktail, и про саму эту культуру. Это слишком крепко, для того, чтобы посиживать, попивать на жаре, там, я не знаю, вечером раннем в Италии, грубо говоря, да, как традиционно спринец. Мы не в Италии. Ну, например. А делал я его в Сибири. А в Сибири, для Сибири он слишком, слишком такой какой-то, в Сибири там ассоциируется, что там, с водкой там, что-нибудь покрепче. Ну, если говорить про коктейли, нет, кстати, не было. Ездит, там классно. Не, я ничего против не имею, я просто имею в виду, что это же, мы тоже говорим про какие-то стереотипные такие представления. Короче, он недостаточно крепкий для крепкого, недостаточно прохладительный, легкий для прохладительного. Окей. Но, по сравнению с этой версией, он в целом починил. И вообще он вкусный. Я говорю, вот, вот все, что я могу сказать про него, я одобряюсь. Нравится? Нравится. Нравится. Хороший. Спасибо, что смотрели. Спасибо Роми, что приготовили. Мы сегодня два коктейля по цене одного, то есть за ноль. Поставьте лайк обязательно, проверьте, что вы подписаны, если не подписаны, подпишитесь, поставьте колокольчик, если уже подписаны, и выберите там все уведомления, тоже будет круто. Подписывайтесь на Романа, у него есть Инстаграм, и там есть фотки уже теперь, которые он постит периодически. Целых 18. Ты считаешь их теперь? Да, у тебя сколько постов? А потом дойдешь до ста и перестанешь, или что-то такое, до тысячи. Вот. Подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм обязательно, потому что Ютуб не вечен. Инстаграм, Телеграм тоже, но... Паникер. Кто знает, ну что, Паникер. У меня есть информация определенная. Если вы хотите купить что-нибудь из того, что мы сегодня использовали, по-собили все, да, оно все продается на сайте Эльвайн, и скидка 35% по промокоду ЕДИМТВ. Ссылка в описании, переходите, на все распространяется, кроме скидочных уже позиций и товаров по спеццене. На них скидка тоже будет, но поменьше. Текстовый рецепт, как всегда, в описании, ссылка там на него, и на сайте ЕДИМТВ все это есть. До новых встреч, ребята, девчата. Пока. Новые выпуски о вторник в четверг. Я, кстати, вспомнил, у нас была сессия, когда мы реально писали по три коктейля, и мы писали часов 8, по-моему. Мы сняли пять выпусков, но каждый из них по три коктейля, один-два. То есть 14 коктейлей мы приготовили, заняло это весь день, прям с утра до вечера. Под конец все были пьяные. Естественно. И при этом, как бы, не то, чтобы люди больше смотрели, там, типа, о, три коктейля, ну, три коктейля, ну, один-один, пофиг. Таксин один-три коктейля. Какая разница, да. Вот. Но, в любом случае, это была интересная, опытная история, действительно, интересная. У этого коктейля тут ничего не поспоришь.